Всем привет! Сегодня расскажу как быстрее заработать литературу. В этой игре часто возникает такая проблема, особенно в начале, как заработать литературу, чтобы перейти в следующую эру. Первые эры легко пройти, там не надо много литературы. Четвертые, пятые, шестые эры нужно большое количество литературы. Вот вы сейчас видите, литературы много, ее уже и не надо. Так, чтобы заработать побыстрее, нужно первым делом построить города, где есть принцессы, дающие литературу. Это, насколько я помню, город Куску. Если я правильно помню, опять же, там есть принцесса, которая дает в день 20 литератур. И принцесса Нефертити из Египта, по-моему, в городе Каире. Она дает 10 литератур в день. Таким образом, получаем 30 литератур каждый день. Так, еще в компании есть миссии, которые мы не сразу можем пройти на все три звезды. Для того, чтобы набрать больше литературы, нам нужно хотя бы пройти с одной звездой много уровней, потому что во многих есть рынки с литературой. Все, наверное, уже знают, есть такие рынки, которые горят зеленым кругом. Зайти в них, забрать литературу. Где-то и 100, где-то 150, по-моему, и 120 литератур можно сразу заработать. Это довольно-таки легко, чем проходить множество конквестов. Что касается конквестов, каждой эпохи, чтобы выиграть и литературу, и достижения, которые нам тут даются. Вот я их уже все выполнил, которые надо пройти. В каждой эре с государствами с одной, с двумя и с тремя звездами. Я прошел их всех очень легко и, я думаю, разумно, может, многие такие делали. Вот, допустим, смотрим, нам по достижению надо пройтись с одной звездой. Это Греция. Тут и литература дается, и одна звезда, а других нет такого. Также и другие страны, например, вот Китай. Тут и литература, и достижения дается. Также вот смотрим во всех конквестах, везде подбираем тот вариант, который нам нужен и более выгодный. Также хотел рассказать про индустриальную эпоху, где сдаются доспехи Одина, но надо пройти за 60 ходов. За 60 ходов я прошел за Соединенные Штаты Америки. За ней очень легко пройти, чем за другие страны. Я пробовал за Россию и за какую-то еще, я не помню, но за США оказалось легче, так как там противников реальных мало. Достаточно глубить Канаду. В это время Япония захватит тут некоторые города. Даже если не захватит, мы можем заключить с Японии союз постоянный и только под конец, когда будет достаточно сил, чтобы атаковать со всех фронтов и за несколько ходов добить Японию. Таким образом мы закрываем свой запад и атакуем. Сначала Южную Америку захватываем, а с севера захватываем Англию. И тут постепенно захватываем все страны. Примерно вот в этом месте я уже начал атаковать Японию. Завершил я этот конкурс за 44 хода. Это, согласитесь, довольно-таки быстро, чем с другими странами. Вот сами видите, я понял, тут захватывает почти, охватывает всю длину карты почти, только на севере Россия. Там это не проблема. Достаточно тут держать хороший гарнизон в этом городе Ванкувере. И все. Наш тыл будет прокрыт союзниками. Настолько пока мы не захотим отменить этот союз. Так, вроде бы все про литературу и достижения рассказал. Всем пока. Продолжение следует...